На крещение Господня после праздничной службы пошли с батюшкой нашего храма, отцом Игорем, крестным ходом на реку. На улице стояли настоящие крещенские морозы. Солнце светило в морозной дымке, деревья были в вине, и пока пришли к реке, все стали похожи на Дедов Морозов. По дороге отец Игорь пел крещенский тропарь во Иордане, крещающийся тебе, Господи, а мы с Килиросом и прихожанами подпевали, зябко кутались при этом, все равно мерзли, хотя и пели, а он улыбался и пел еще громче. После освещения воды на престольный крест, которым батюшка трижды окунал в прорубь, покрылся толстым слоем льда. Всю обратную дорогу отец Игорь нес крест, прижимая к груди в голых руках без варежек. Улыбался, пел и нес. В храме женщины, когда мы пришли, стали подходить ко кресту, целовали и удивлялись, потому что крест был весь как в ледяной броне. Священник же нес его в голых руках с самой реки, при этом нисколько не замерз. На все вопросы отец Игорь только улыбался и поздравлял всех с праздником, крещения Господня. А в алтаре, увидев мой недоуменный взгляд, сказал, знаешь, когда крещенский тропарь пою, так хорошо на сердце становится. Мороз совсем не чувствуешь. Раньше, когда в деревне служил настоятелем, у нас до Иордании на реке было километра полтора. Я всегда пел и этим согревался. Вернешься с реки весь виние с головы до ног, а холод совсем не чувствуешь, словно весной. Потом целый день летаешь по храму, как воздушный шарик. Такая радость на сердце не передать. Такие дела.